Добрый вечер в студии Дмитрия Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Еще один летучий корабль прибыл в Югру. Расскажем о преимуществах современного судна. В Ханты-Мансийске выпал прошлогодний снег. В центре зимних видов спорта имени Филипенко укладывают новую трассу. Новая жизнь старой хоккейной амуниции. Югорские хоккеисты отдали клюшки и форму на переработку. Расскажем, что получится из вторсырья. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре продолжают обновлять парк судов. В окружную столицу доставили современный метеор. Судно на подводных крыльях прибыло из Нижегородской области. Его спроектировали и собрали для региона в Центральном конструкторском бюро имени Алексеева. Возможности судна и его техническое оснащение сегодня презентовали губернатора Югры Наталья Комарова и руководству Северречфлота. Подробнее о летучем корабле расскажет мой коллега Михаил Кичигин. В речном порту Ханты-Мансийска долгожданное пополнение. В окружную столицу прибыл новый современный метеор. Его подготовили к отправке еще 10 сентября. И вот уже сегодня он заступает на службу. Вот это уже большая первая ласточка. Первый лебедь, наверное, я не знаю там. Это уже новый метеор. То есть это теплоход, который будет обеспечивать дальние поездки. Метеоры очень хорошо зарекомендовали себя. Для всех жителей нашей страны, а для югорчан тем более, метеоры – это олицетворение реки. Вот у нас, пожалуйста, мы продолжаем олицетворять реку теперь уже новым красивым судном. Эта модель отличается от своих предшественников ярким дизайном. Кроме того, улучшили и комфорт плавсредства. Здесь будет работать Wi-Fi, установлен теплый пол, защита от шума и вибраций. Также метеор может развивать скорость 75 км в час за счет новых немецких моторов. Кроме этого, здесь есть все условия для людей с ограниченными возможностями. У нас есть очень интересное решение для того, чтобы так немножко пассажирам было повеселее. Особенно детям, когда они могли бы приходить, молодежь, дети, когда они могли бы участвовать. Вот так чисто, хотя бы умозрительно, в судовождении. Если поставить несколько мониторов, то мы могли бы вполне выводить определенную навигационную, определенную информацию судовую, которая была бы подобие некой электронной рубки. Мы сейчас эти вопросы проработали, прорисовали. Новый теплоход рассчитан на 120 человек. Он может передвигаться больше, чем на 700 км. Метеор должен улучшить сообщение между окружной столицей и труднодоступными населенными пунктами. Кроме этого, Север-Ричфлот обновляет и другие пассажирские суда. Так старые линды заменили новые Валдаи. В следующем году, в сентябре, в Югру прибудет и второй идентичный метеор. Михаил Кичигин, Виктор Севков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. «Югра» – лидер Российской Федерации по развитию социального предпринимательства и креативных индустрий. Таково мнение президента общественной организации «Малого и среднего предпринимательства опоры России» Александра Калинина. Он высоко оценил вклад Югры в развитие социального предпринимательства страны, назвав решения окружного правительства передовыми. Такую оценку он высказал в ходе рабочей встречи с губернатором Натальей Комаровой на 10-м Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который проходит в Ханты-Мансийске. В Югре сейчас зарегистрировано почти 300 социальных предпринимателей. Регион четвертый год подряд занимает лидирующую позицию по развитию этого направления. Сейчас мы 57 услуг в этой сфере передали или принимают участие в их оказании и СОНКО, и социальные предприниматели. Больше 2,5 миллиарда ежегодно рублей из окружного бюджета мы передаем тем, кто создает условия для оказания таких услуг небюджетным. И это показатели, которые и дают нам право и возможность экспертам определять нас лидерами, а нас чувствовать таковыми. Округ выступил, я бы сказал, даже ледоколом в чем-то, потому что очень непросто шел и федеральный закон по социальному предпринимательству, он 2 года принимался. А Югра сразу поддержала это направление. И сейчас, вы знаете, вышло постановление правительства о креативной индустрии, и снова Югра первой поддержала это направление. Я считаю, что округ очень стратегически мыслит. Любая, залог любого успеха это стоять на двух ногах. Должен быть развит и крупный бизнес, но вокруг должен кипеть очень интересный, красивый, малый бизнес. Мы считаем, что Югра это как раз то место, где это может получиться. Сегодня в Югре наградили победителей конкурса технологических стартапов. Торжественная церемония прошла на площадке 10-го Югорского инвестиционно-промышленного форума. Акселератор стартапов запустили два месяца назад, и сегодня жюри огласило список пятерых победителей. Отмечу, что все проекты находятся как раз в тех сферах бизнеса, о которых шла речь и на основных площадках форума. Подробнее в сюжете моих коллег. Уникальность этого акселератора технологических стартапов в том, что сейчас заказчиком проекта выступило правительство Югры. По словам организаторов, обычно такие мероприятия устраивает крупный бизнес, чтобы найти таланты и новые идеи. Здесь же в качестве главной поддерживающей силы для начинающих креативных предпринимателей выступила Югра с той же целью. Губернатор Наталья Комарова, к слову, наблюдала за процессом с первых дней работы акселератора. Считала крайне важно познакомиться с вами именно на старте, потому что тогда было многообразие идей и проектов, больше 170, и вот сейчас это будет 5. Мне очень приятно, что вы, жители других регионов, доверили нашему конкурсу, доверили его объективность, за что спасибо нашим партнерам. Участники предложили и развивали бизнес-идеи в сферах агропромышленного комплекса, экологии, тэг и айти. Акселератор длился два месяца онлайн. В течение этого времени авторы стартапов учились у экспертов, дискутировали друг с другом, совершенствовали свои проекты. И вот пятеро лучших приехали в Югру на финал. Одна из победителей Анжела Бахарева. Она предложила насыщать воду кислородом, чтобы увеличить количество рыбы в водоемах. И делать это нужно с помощью специального устройства. Аэратор, который позволяет как раз водоеме. Мы его устанавливаем на дно водоема. И подавая через него кислород, во время прохождения в аэраторе этот кислород полностью растворяется. Соответственно, насыщается вода кислородом. И это позволяет не только стабильно выращивать акукультуру, но даже повысить его плотность. На участие в акселераторе заявили 174 проекта из 40 регионов России. Авторов лучших идей наградили и дали возможность их идеи реализовать. Но еще одним условием для участников было то, что в случае победы они должны стать резидентами Югорского технопарка высоких технологий. Эту идею, кстати, поддержал и давний партнер Югры, фонд Сколково. Наша задача здесь и в этом конкурсе в том числе была даже не только в том, чтобы поддержать какие-то команды, которые участвовали в акселераторе местной. Но мы с Натальей Владимировной договорились сразу, что мы этот конкурс устроим таким образом, чтобы команды со всей России сюда приехали и здесь остались. А чтобы не быть голословными, с победителями сразу после награждения заключили соглашение о сотрудничестве. Те компании, где каждый из проектов будет реализован лучшим образом. Анжела Бахарева, например, заключила соглашение с Водоканалом. Павел Желтов, Антон Ракитин, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Егорские парламентарии выбрали нового представителя Югры в Совете Федерации. Депутаты утвердили кандидатуру Александра Навьюхова. Он заменит на этом посту Юрия Важенина. Напомню, Александра Навьюхова выбрали депутатом Окружной Думы в 2016 году. Он входил в состав Комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию. Также депутаты приняли решение о досрочном сложении с него полномочий парламентария. По закону совмещать должность сенатора и депутата нельзя. Уверен, что наши единопартийцы приняли взвешенное решение. Надеюсь, оправдать ваше доверие. Отмечу, накануне состоялось первое заседание Окружной Думы нового созыва. Одним из первых вопросов, которые решили парламентарии, выбрали председатели. Единогласным решением им вновь стал Борис Хохряков. Он занял эту должность в третий раз. Кроме того, обновилась и структура Окружной Думы. Например, к Комитетам по бюджету, охране окружающей среды и другим прибавился Комитет по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных объединений. В этом году доходы Югры увеличились на 6 миллиардов рублей. Соответствующие поправки в закон о бюджете накануне внесли на очередном заседании Окружной Думы. Таким образом, общие доходы Югорской казны в этом году составят 232 миллиарда рублей, а расходы 282. Средства направят на 16 госпрограмм. Это здравоохранение, спорт, демография и другие. В частности, дополнительное финансирование пойдет на создание трехмесячного запаса медицинского кислорода для инфекционных госпиталей, покупку средств индивидуальной защиты, лекарств для пациентов в стационаре, вакцины против гриппа, автомобили и рефрижератора для доставки вакцин и на оказание экстренной помощи с использованием авиации. Второй серьезный блок расходов – это на строительство и на выкуп объектов социальной сферы, те, которые построены по программе государственного частного партнерства. То есть это школы, это частично перинатальный центр в Сургуте. Кроме того, депутаты внесли поправки в закон о поддержке инвестиционной деятельности. Она касается малого и среднего бизнеса. Раньше сумма вложений, при которой округ мог предоставлять земельный участок, для проекта составляла 300 миллионов рублей. Теперь планку снизили до 50 миллионов. Ожидается, что такие меры помогут улучшить инвестиционный климат региона и привлечь в игру дополнительный капитал. Вы откреплены от поликлиники. Так условно можно назвать новую схему кибермошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска. Преступники пишут людям от имени Госуслуг о том, что из-за технической ошибки их открепили от медучреждения. Просят прикрепиться заново и оплатить якобы пошлину пару тысяч рублей. Для этого они создали специальный сайт-двойник настоящего портала Госуслуг. Только деньги оттуда идут прямиком в карман аферистов. А указав логин и пароль от личного кабинета, можно подпустить мошенников к персональным данным и лишиться уже куда больших денег. Специалисты напоминают югорчанам, чтобы прикрепиться к медучреждениям, никаких пошлин платить не нужно. Губернатор Югры приняла участие в дневном марафоне «Компас женского лидерства «Мягкая сила». Он проходит в рамках недели третьего Евразийского женского форума. Участницы обсуждали роль женщин в развитии предпринимательства, сельского хозяйства, экологии, демографии и других сферах общественной жизни. В частности, глава региона рассказала о развитии в регионе зеленой экономики. У региона есть стратегия развития до 2030 года. В ее основе лежит соответствие экологическим стандартам. Уже сейчас уровень загрязнения воздуха, по данным Росгидромета, находится на низком уровне, а число аварий на нефтепроводах сократилось в три раза. Кроме того, в Югре создается «Карбон-дата-центр», который будет заниматься накоплением компетенции по мониторингу потоков углекислого газа. Этот центр сбора, обработки и использования больших данных, он соответствует международным стандартам и стандартам, утвержденных правительством Российской Федерации. О том, какие новости угорчане обсуждают в интернете, расскажем далее. Мини-завод по переработке рыбы. Угорчане привели в порядок прибрежные зоны рек и озер. Всего за этот год в округе провели более 300 подобных мероприятий. В общей сложности очистили более 342 километров береговой линии. В природнадзоре Югры отметили, что уборкой мусора в прибрежных зонах занимались 26 тысяч угорчан. Лидерами в этом направлении стали Нижневартовск, Коголым и Нягань. Отметим, мероприятия в рамках регионального проекта сохранения уникальных водных объектов прошли во всех окружных муниципалитетах. Боксеры Проводников и Багаутинов высказались против фейковых боев. Югорский спортсмен заявил, что лично для него недопустимо участие в фейковых поединках с фриками ради баснословных гонораров. Али Багаутинов поддержал слова соперника. Также Руслан Проводников отметил, что его согласие на новый бой не является поводом для возвращения в профессиональный спорт. Спортсмены, напомню, встретятся на ринге уже 18 декабря в Санкт-Петербурге. Вартовчане стали трепетнее относиться к своему здоровью. Так ежегодно за консультациями в Нижневартовскую психоневрологическую больницу обращаются более 2000 рублей. И эта цифра растет. Медики отмечают, ничего странного в этом нет. Просто югорчане стали больше уделять внимание своему организму. В преддверии Всемирного дня психического здоровья в Нижневартовской психоневрологической больнице прошел день открытых дверей. Специалисты рассказали, как творчество помогает восстановить баланс и гармонию. Творчество как часть лечения. В Нижневартовской психоневрологической больнице в день открытых дверей презентовали работы пациентов. Здесь и поделки, и картины. Последние нарисованы с использованием техники точечного рисования. Она развивает мелкую моторику. Вместе с этим происходит когнитивное восстановление. В нашем отделении функционирует творческая мастерская. Открыта театральная студия. Открыт потрясающий кинозал. Все это дает нашим пациентам комфортное пребывание в отделении. И как результат скорейшее выздоровление. Залог выздоровления – это многогранный подход медиков в лечении. Консультации, индивидуальная семейная терапия. Процедуры, которые позволяют гармонизировать физическое и психологическое состояние. Например, в кабинете гибербарической оксигенации есть специальная камера. Здесь пациент под высоким давлением получает кислород. Такая процедура улучшает кровообращение, а организм лучше восстанавливается. И это лишь часть лечебного процесса. В учреждении функционирует совет родственников пациентов, который также регулярно проводит свои заседания и рассматривает наиболее актуальные вопросы. Мы участвуем в проекте «Открытая реанимация», суть которого заключается в возможности посещения родственниками своих близких, находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. Год от года медики отмечают незначительный рост обращений в Нижневартовскую психоневрологическую больницу. Такую тенденцию специалисты связывают с желанием горожан заботиться о своем здоровье. Но чтобы не было проблем с психическим состоянием, врачи советуют правильно питаться, спать не менее 8 часов в сутки и больше времени проводить на свежем воздухе. Тельман Бахышев, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Советском появится свой приют для бездомных четвероногих. В районе восточной объездной дороги возведут 50 вольеров. Новый дом, хоть и временный, для дворняк строят активисты некоммерческой организации «Друзья животных». Добровольцы выиграли гранд-губернатора, а администрация города выделила им участок. Дело в том, что сейчас активистам и волонтерам приходится отлавливать беспризорных собак и перевозить их в специализированный приют, а это другая часть округа. После медицинских процедур животных возвращают обратно на место отлова. Схема довольно затратная. Теперь ситуация изменится. Для будущих постояльцев приюта в Советском создадут все необходимые условия. Добровольцы уже построили 4 вольера и договорились с местной ветклиникой. Внутри будут стоять будки, которые будут утеплены для того, чтобы животным было безопасно и комфортно пережить нашу лютую зиму. Откликнулись добровольцы из города Советский, из поселений. Кто-то помог гвоздями, кто-то молотками, кто-то с физической силой. Мы будем производить отлов животных на территории города Советский, Советского района. Транспортировать их уже в наш приют. Проводить все мероприятия по программе ОСВВ, то есть отлов стерилизации, вакцинации и возврат в среду обитания. Агрессивные, больные и проявляющие агрессию, так сказать, они у нас будут жить на ПМЖ в приюте. В столице Югры укладывают лыжную трассу. Это стало возможным благодаря хранилищу, в котором снег пролежал около полгода. Работы в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко кипят уже третий день. В этом году маршрут трассы немного изменился. Почему, расскажет мой коллега Дмитрий Пришвицин. Он работал на месте событий. Мы отыскали, где живет зима и вовсе не в избушке, как поется в песне, а под опилками. Сейчас экскаваторы активно достают снег из снегохранилища, а грузовики увозят прямиком в биатлонный центр, где и будет выложена новая лыжная трасса. Только в этом году она слегка изменится. Добавятся подъемы, и она станет сложнее. Сергей Михайлович, расскажите, почему такие изменения? Ну, по нашим просьбам. И в прошлом году приезжала группа Егора Сорина. Заявка Юрия Иктыча Бородавка тоже была подготовить вот этот сложный подъем. Это для тренировок лыжников просто необходим, чтобы показывать хороший результат и эту тренированность уже на этапах Кубка мира. В этом году, слава Богу, у нас все получается. За зиму вновь накопили около 15 тысяч кубометров снега, но у него есть особенность. Дело в том, что он искусственный. А собрали его в одном месте с помощью снеговых пушек. К слову, и состав у него отличается. Именно поэтому он пролежал все лето. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, были ли какие-то сложности в этом году ввиду погодных условий? Ну, нынче, в общем-то, лето было такое дождливое. Появлялись такие проблемы. Но из-за того, что мы ежедневно просматривали снегохранилище, а оно просматривается легко. Если где-то ты не доложил тот слой, который рекомендуем, порядка 40 сантиметров опила, там сразу образуются ямы, образуется мокрое пятно, то тогда мы сразу же заказываем технику, которая у нас имеется в предприятии. Она приходит, берет опила, сколько нужно, подъезжает и засыпаем эти все проблемные места. Какие-то сложности в укладке трассы сейчас есть? Да пока проблем никаких нет. Сейчас мы кинули все силы, бросили все силы укладывать именно те тяжелые участки, где большие перепады высот. Особенно у нас был участок, который новый, который круг мы сегодня, двухкилометровый, задумали сделать. Там перепады до 60 метров и подъем довольно-таки длинный, 600 метров, который просил нас там Егор Сорин со сборной команды России, что все-таки Олимпийский год сможет, я говорю, да мы сможем сделать. Снег с помощью ретраков утрамбовывают 40-сантиметровым слоем и, в принципе, на некоторых участках лыжники уже могут приступать к тренировкам. Дмитрий Пришвицин, Лев Рыжков. Телерадиокомпания «Югра» Ханты-Мансийск. После выездной серии игр хоккеисты «Югры» сдали клюшки и игровые свитера. Речь идет о старом инвентаре. Его накануне упаковали и отправили в Челябинск на завод по переработке вторсырья. Там пластику и синтетическим материалам дадут вторую жизнь. Из 700 клюшек изготовят различные аксессуары, а сотня свитеров должна превратиться в рюкзаки для тренерского штаба. Старым инвентарем пожертвовала не только первая команда, но и молодежка, а также спортшкола. Отмечу, что в подобной акции югорчане участвуют впервые. 21 октября после выездной игры с челябинским челметом югорчане заберут уже готовые изделия. Мы решили не выкидывать наши старые клюшки, отдать им вторую жизнь и отдать на переработку. Надеемся, что этот проект в дальнейшем будет развиваться и наши болельщики будут поддерживать его. Команда «Югры» завоевала серебро на втором всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. Состязания сегодня завершились в Кисловодске. Округ на турнире представляла семья Лаврентьевых из Урая. Это мама Светлана, папа Александр, дочка Алина и дедушка Михаил Иванович. Напомню, Лаврентьевы победители регионального этапа фестиваля, который в мае прошел в Ханты-Мансийске. На всероссийских стартах их соперниками были 34 семейные команды. По итогам всех испытаний югорчане стали вторыми. Отмечу, что самая юная участница команды восстановила 4 рекорда в группе среди девочек. Завтра в 5 часов утра призеров будут встречать в аэропорту Ханты-Мансийска. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. А у меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok